Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Иисуса Новина. И мы будем читать 20 главу, где говорится о шести городах-убежищах. Я напоминаю, эти города делались для тех людей, которые совершили неумышленное убийство. И они убегали от кровников, то есть от родственников убитого в эти города, а там никто не имел права их взять. И могли там находиться до смерти пересвященника. Когда умирал Гадоль Коген, то есть верховный священник, тогда они получали амнистию. И сказал Господь Иисусу, говоря, скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города-убежища, о которых я говорил вам через Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города сии будут у вас убежищем, чтобы не умер убивший от мстящего за кровь, доколе не предстанет предобщество на суд. Если суд устанавливал, что он совершенно невиновен, здесь уже против суда не имел права мстить или ничего предпринимать. Или юбилейный год, там, 50-й, могли его освободить, и никто не имел права его трогать. И кто убежит в один из городов сих, пусть встанет у ворот города и расскажет вслух старейшин города сего дело свое, и они примут его к себе в город и дадут ему место, чтобы он жил у них. И когда погонятся за ним мстящие за кровь, то они не должны выдавать в руки его убийцу. То есть все жители города должны защищать человека, который совершил непреднамеренное убийство. Потому что он безумысло убил ближнего своего, не имел к нему ни нависти, ни вчера, ни третьего дня. Пусть он живет в этом городе, доколе не предстанет предобщество на суд, или доколе не умрет великий священник, Гадоль Коген, который будет в те дни. А потом пусть возвратится убийца и пойдет в город свой, в дом свой, в город, из которого он убежал. А почему смерть предосвященника являлась полной амнистией? Потому что когда умирал предосвященник, это воспринимали как личное горе. И кровники забывали о своем убитом, они оплакивали предосвященника, их сердца смягчались, и совершивший непреднамеренное убийство мог вернуться. В Библии дается пример непреднамеренного убийства. Например, человек с другим человеком пошел рубить деревья, заготовлять дрова. И вот взмахнулся он топором, держа топор за древко, а металлическое основание соскочило и насмерть убило человека, рядом стоящего. Это, конечно же, непреднамеренное убийство. И отделили Кедес в Галилее на горе Нафалимовой, Сехем на горе Ефремовой и Кириаф Арбы. Иначе Хеврон на горе Иудиной. Священный город Хеврон, где могила патриархов. Конечно, это город, где надо проявлять благочестие, праведность и милосердие. За Иорданом против Ирихона к востоку отделили Бецер в пустыне на равнине от колена Рувимова и Ромов в Галааде от колена Гадова и Галан в Асане от колена Монасина. Все города назначены для всех сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, чтобы убегал туда всякий, убивший человека по ошибке. «Дабы не умер он от руки мстящего за кровь, доколе не предстанет перед общество на суд». Вот если суд доказывал, что он виновен, то кровник-мститель мог его казнить. Потому что проливший кровь человека умышленно, его кровь должна быть пролита. И в древности считали, что желательно на том месте, где он пролил невинную кровь. Эта глава небольшая, здесь всего 9 стихов, мы ее с вами сегодня прочитали. Если был жив, Господь позволит, в следующий раз будем читать 21 главу этой книги. Спасибо вас, Христос! Субтитры создавал DimaTorzok